Вот видите, да? Когда постоянно занимаетесь, да? Постоянно занимаетесь. Стоит пропустить. Я вам всегда говорю, по какой-либо причине пропустил, уважительная она, неуважительная. То есть пропустили, должны что-то делать. Особенно это видно на чем? На выносливости, да? Но сразу просто исчезает. Недельник ходил, все пропало, все исчезло. Все исчезло. Если еще технику можно отрабатывать, она у тебя будет. Можно ее даже в голове отрабатывать, и она будет. То выносливость, скоростно-силовые качества, они соответственно будут падать. Посему нужно как бы заниматься, да? Постоянно, непрерывно. То есть мы же кушаем постоянно, непрерывно, да? Постоянно кушаем, не забываем. Почему? Потому что это одно из условий нашей жизни. То есть поддерживаем энергии. А здесь то же самое. Это то же самое. Поддержание организма. В определенной кондиции. Нормальной, нормальной, я не говорю хорошей, нормальной кондиции. Вы сами чувствуете на себе. Вот сейчас, к сожалению, видите, какое время. То есть это не только я один говорю, вот с кем не пообщаешься, с тренерами, да? Везде такая же, одна и та же проблема. То есть мужское население перестало интересоваться боевыми искусствами. В 90-е подвалы были забиты, подвалы, не говоря про секции, подвалы все, каждый подвал, любой свободный подвал был забит. И люди занимаются, понимали, зачем это все нужно было, да? Все, кто, неважно кто в какой стране был, даже просто обычный, все время стараюсь, ну как? Как-то отбиться, как-то, жизнь такая бывает. Сейчас она непростая, но тем не менее, мы обленились этими гаджетами. Мало того, вот дети не ходят, да? Это вообще кошмар. Молодежь, ее нет. Тоже не ходят, ее нет. И взрослые. Хорошо, не воспитали бы своих детишек там, да? В нужном русле. Но сам-то ты взрослый человек. Людям, вот многие молодые люди там 25, 35, там 40 лет, еще и старые люди. Вот вы стоите, ромбаса 45, под 50 уже стоят деды, здесь у них внучки есть, дети, взрослые. Пять детей, ходите, занимаетесь, а вот помоложе нет. И ведь не хотят оторвать себя. Они думают, что вот жизнь, которая с каждой секундой становится сложнее и сложнее, и сложнее, и сложнее. Они думают, что за них кто-то решит эту проблему. Вот не затянешь никого заниматься, мужика. Вот видите, время какое наступило. Мужика не затянешь заниматься мужским делом. Вот так на меня всегда обижались, когда я разговаривал с определенным любви и определенных структур. Я говорю, тебе это не нравится? Нет. Как это так? Мужику не нравится мужское дело. Значит, ты кто? С одними разговаривал, там пришел, ученики были. Я им привез спецподразделение с оружием, там со всем. Оружек, который там... Да никто это ни оружия не видел. Они привезли, все я договорился, со школы приехали в класс, притащили. Пацаны маленькие остались, там оружие, снаряжение, там снайперские интуки, пулеметы, там пистолеты, заглушители, заглушители, чего тут нет. А 9-й, там 10-й класс, вышел курица, там все я подхожу, я вам мужское не интересует. Нет, я значит вы пидорасы. Их это не трогает. Не оскорбляет. Их это не оскорбляет. Понимаете? То есть мужика, если не притягивает мужское, значит, кто не мужик? Это не мужик, это что? Кто это есть? Это оно. И мне вот интересно, всегда, я хочу так, хочется обратиться. Мужики, где вы? Не только их здесь я у себя не вижу. Нигде их никто у себя не вижу, так не я. Где вы, мужики? Где вы пропали? Тихоря купили пивка, сели там, это, хорошо, если кто там в компьютере что понимает, там комментарии писать. Мастера. Или футбол, смотри, с пивом там, с чипсами, с таким вот, распустить живот, или, видишь, и течет, и он там пиво пьет. И сына, в свою очередь, пить и пить нельзя. То есть вот это вот, да, вот это вот интересная вещь. Вот это интересная вещь. И я всегда говорю, где вы, мужики, вы что? Вы что, вы думаете, что на вас на каждого полицейский, что ли, будет? Да их и так нет. И на вас их точно не будет. На вас их точно не хватит. Хоть, глядишь, повезет, отобьешься. Но для этого навыки нужно иметь. Или там умничать начинают там. Самый лучший прием это бег. Так ты и не бегаешь. Вы там сидите возле телевизора с чипсами. Вы и не бегаете. У вас времени нет ни на что. Вот у кого не спросишь, у меня времени нет ни на что. А я работал 7 лет грузчиком. 250 тонн на руках перетаскивал за смену. В 5 утра вставал, до 7 утра занимался. В течение всего дня между разрузкой и погрузкой. Это 80-е и 90-е годы, начало. Отрабатывал там, катал, ломал доски, отжимался там в обед 100 раз. Обед туда-сюда, полтора километра, трешка, бегом. Вечером еще 2 часа занятий. То есть каждую свободу минуту. То есть я работал, 250 тонн на руках перетаскиваю. Время мне 2 детей было. Еще летом бегать, огород поливать, все это в руках, так сказать. И все нет времени. Есть время всегда, чем его меньше, тем его больше. Вот чем меньше времени, если есть цель, его будет больше. Но мы не хотим. Мы отдаем свои права всем. Потом говорят, вот там кто-то пришел, что-то у них отняли. Да не отняли, а взяли то, что ты из рук выронил. Ты, мужик, выронил от из рук. Ты дочь свою превратил в шлюху, которая ходит там в мини-юнке, без лифчиков там, летом, голой практически. Ты свою дочь так воспитал. Ты сына воспитал своего такого, который ходит с этими отмелированными волосиками, с узкими брючками, без носочков, с коротенькими. Он ходит такой, такой, гаджет, это ты воспитал. А потом переживает, о чем так. Потому что, а как ему таким не быть, коль ты, мужик, отстранился от дел, от жизни отстранился, от влияния на семью, на жену, на детей отстранился. Ты не являешься примером, мужчина не является примером для своей семьи. Так что тут, о чем мы будем говорить? Времени нет никого. Жила, это не мое. А что твое? Раньше хоть в козла выходили, водку жрали, там в козла забивали. Тут понятно было, чем занимались. Сейчас, чего твое-то? Это не мое. А что твое? В Белярдс ходить играть, а тебе денег нет. Что в Белярдс играть сходить куда-то? Да и там, где мордно бьют. Что не так сделаешь, скажешь? Куда тебе сейчас идти, мужчина? Хорошо есть, хоть фитнес-клуб куда-то ходит. Но это же такой малый процент. Где все мужики? Вот у меня вопрос. Где? Все боятся всего. Но все комментируют все. Раньше это что-то, что ты дебил знал только твоя мама. А когда появился интернет, теперь об этом знают все. Вот из-за этих комментариев. Вот эти вот сидят, товарищи, пишут все там друг на друга. Не мне, я не читать, я не читаю. Вообще на всех друг на друга. И в этом только является это кайфовое занятие. Кайфовое занятие. Вот в этом. Писать. Мнение свое высказывать. Больше того, нигде его не выскажут. Больше по шапке дадут. А тут можно высказать. Где-то. Так вот, вместо того, чтобы где-то высказывать на своем... Приди здесь, выскажи свое мнение. Приди и позанимайся. Покажи, что ты за человек. Сам себе хотя бы покажи, что ты за человек. Вот здесь, попотей. В морду получи. Сам дай. Ну, так вот. По-дружески, по-нормальному. Подвигайся, кровь разгони. Не важно, я уже старый. Я с этим столкнулся, мне было удивительно. Я пришел инструктором работы в МВД. Мне было 33 года. И когда мне 27-летний там парень говорит, я уже старый. Сколько тебе летний 27? Это 90 лет. Сейчас вообще старый все. Сейчас старый, он только родился, он уже старый. Пенсионер, он устал жить. Сейчас уже 8 лет, он устал жить. И может скушать, жить. А все виноваты. Еще раз, виноваты мужики и мы. И мы. И понимаете, раньше как заразительным было. Пошел кто-то куда-то заниматься, да? Слушайте, ты что делаешь? А я вот хожу туда. Да ну. Ну, что там как у вас? Тут кто-то. Ух ты. А мне можно? Помните, нет? А сейчас говоришь, как говоришь. Ты что, дуречка, блядь? Ты что, занялся нечем? Он говорил. Зовут всех, ходил. Пошли в зал, приходите. Пойдемте, пойдемте. Все, что там. Все классно. Пойдемте. Для себя просто. Не обязательно надо рассказывать. Для себя просто. Ходить, попотеть. Но зла, полетить. Вообще нет. Ты что, добрый? И я с чем же себя делал? И когда тебе еще в одной этот вопрос. А тебе заняться нечем? А тебе-то чем заняться? Собирать среди нас. Да. А тебе-то чем заняться? Ты без заняться? А ты что, в деревне живешь? С нефтом очищаешь каждый раз. Там дрова колешь, ну и уголь таскаешь. Ну, это как писатель сказан, что в основном временах, когда он по нему не спасался. Когда 10 больных подойдут и скажут тебе здоровому, что ты болен. Вот оно так и происходит. К сожалению. Вот больные люди. Давайте лечиться. Давайте. Тащите людей своих. Кто-то. Ну, да. Это трудно. Вообще трудно. Вообще невозможно. Вообще невозможно. И рассказываешь, и покажешь, и все прям. И комментарии, и вас, например. Вот посмотрите. Ну, все, все. Прям, все. По полу достаточки. Придите, и потом, пока вы идете. Денег никто не спросит. Просто придите, и попробуйте. Ну, вообще, за то, по-моему. Конечно. Я говорю, вот так. А потом мы... А самое главное, что мы же возмущаемся. Мы же возмущаемся. Надо же. Никто не заступился. От кого заступаться? Кому? Кому? Орать только вот из окна автобуса, что ты козел. Вот и все. И из окна машина. И вот и все. Больше ни на что не способны. Вы, которые ходите, по крайней мере, не теряйте этого задора. Не теряйте этого задора. Вы, по крайней мере, будете примером для других. Вот. Кто-то не идет, не пойдет. Но он там скажет, здесь скажет. Он там Леха занимается. Он Марат там ходит занимается. Вовка занимается, таксист. Или там он инженер ходит. Начальник ходит занимается. И худо-бедно. А может кто-то сказал, глядишь, там кто-то, пусть не к нам он придет. Но он, может быть, куда-то придет. Он, может быть, куда-то придет. У него, может быть, где-то там, как там занимается, там занимается. А я чего, рыжий, что ли? Слушай, тебе сколько лет? А сука, нифига себе, слушай. А я думаю, а все думают, что это уже поздно. А все думают, что 40 лет, это уже поздно. А ко мне на семинары приезжает мужчина в 64-65 лет. И они еще там ходят, двигаются. Красавцы. Красавцы. Просто красавцы. Поэтому я удивлен. Люди либо трусы. И большинство этих лентяев. А потому что, ну как вообще? Ну вышенька. Что значит, за тебя никто не просто. Ну что такое лень? Ну лень, ну ты да. Ну я вот не хочу, ну не мой, я устал. Ну ты просто оторвил. Силы воли нужно поднять. Вот уже мужик. Уже встал. На прогулку пошел. Ну уже, уже, уже как себя победил. Уже как себя победил. А уж пришел позаниматься. Все, заболел, бросили. Да, нет, иди продолжай. Зачем ты пришел? Реши вопрос дальше. Продолжай. А то некоторые ходят, ходят. Самое я удивляюсь, больше всего, когда люди ходят, ходят, у них получается, начинают. У них уже пошло, ну раз убросил. И нет. Спрашиваются, зачем? Потом где-то пропадает, а потом через год появлялись опять. Я опять решил. И снова здорово, песня про белый пачка. Это я вообще не понимаю. То есть все вроде взрослые люди. Все должны понимать, зачем мы здесь в этом мире? Что такое мужчина? Мужчина отвечает в этом мире за все. Мужик отвечает в этом мире за все. За жену. Господь спросит. Она замужем, а не ты. За женой. Она замужем, за тобой. Поэтому ты должен был обеспечить порядок в семье. Как раньше было, домостровый. Все, все расписано. Не в углу, рот не открывай лишний. Порядок в семье, дисциплина, любовь, забота обо всех. А обо всех членах семьи. Все. Взаимоуважение. Все зависит от этого. И ты должен являть себя примером. Не алкаш валяется там. Не просыпается. За него там жена на трех работах. И дети потом вырастают, не пойми кем. А пример, чтобы дети могли выйти во дворе, гордиться своим папой. Вот так она будет.